У дверей поезда пассажиров встречает особый человек. Именно он больше остальных у обывателя ассоциируется со всей железной дорогой. Он, а чаще всего она, на протяжении всего маршрута создает условия для комфортного времяпрепровождения путешественников. Почему? Ответ прост. Такая у него работа. Приветствие и прощание проводника по сути это первый и последний аккорд путевых воспоминаний. Проводник проверяет документы, производит посадку и высадку, сообщает о приближении к той или иной станции. Даже в чрезвычайных ситуациях проводники обязаны в первую очередь заботиться о пассажирах. Порой хрупкие девушки, а их большинство в рядах проводников, решают сложнейшие задачи. Нужно обладать тактом, мужеством и стальными нервами, чтобы, например, убедить пьяного пассажира покинуть поезд или разрешить конфликт, назревший в пути, хотя это и не их основная работа. Говорить о том, что это легкая профессия, не приходится. Рабочий график проводника очень часто составляет 15 суток. Это в поездах дальнего следования, все зависит от расстояния, от маршрута. А в основном проводники работают в смену 2 дня через 2 дня. Конечно, это сложно, конечно, это ответственно, но каждый проводник выбирает свою профессию сам. И здесь уж ничего не поделаешь. Но чаще всего проводники идут не от безысходности. Чаще всего проводники идут люди, у которых есть в душе некая романтика, которые любят дорогу, которые любят движение, люди, которые любят жизнь в пути. Отдельно скажем о престиже профессии. Эта работа еще в советское время была популярной. Тогда проводники считались довольно влиятельными и авторитетными на железной дороге. Каждый путешественник видел Титан, из которого проводник наливает крутой кипяток для чая в стакан с обязательным подстаканником. Но так было не всегда. Титаны с кипятком появились в вагонах только в 1946 году. До этого проводники торговали в вагонах только заваркой, сухой заваркой, которая продавалась на развес. А кипяток пассажир должен был сам на станциях, на перегонах, должен был сам найти, сам добыть. Поэтому иногда в фильмах вы можете увидеть, как пассажир хватает чайник, бежит на станцию, хватает кипяток и возвращается в поезд. Так что сто лет тому назад в обязанности проводника не входила подача кипятка. Кстати, в свое время запрещалась и продажа чая. До революции многие услуги были доступны только избранной публике. В наши дни чай в подстаканниках и многие другие составляющие комфортной поездки стали неизменными товарищами любого пассажира. Что только не случается в пути, иногда даже роды по дороге принимают и больных лечат. Проводникам на работе скучать уж точно не приходится, ведь их труд – залог хорошей поездки. Проводниками, как правило, работают люди до 35 лет, молодые, энергичные. У студентов каждое лето одна и та же дорога. Очень часто в рядах проводников оказываются студенты вузов и железнодорожных техникумов. Кстати, в свое время, когда было развито студенческое движение, очень многие студенты железнодорожных учебных заведений работали проводниками и по другим специальностям во время летних каникул. Это очень большое дело, потому что во время этой работы они ближе узнавали работу железнодорожников и знакомились уже со своей будущей профессией. Те, кто знаком с работой проводников не понаслышке, считают, что романтика профессии преувеличена. Однако многие, познакомившись с ней поближе после первой поездки, и, несмотря на все трудности, не хотят отказываться от нее. Ведь это возможность воочию увидеть страну и ее жителей, а также работать и жить в постоянном движении. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова